Приветствую вас, друзья! Я Игорь Рызов, эксперт по ведению переговоров. И сегодня в этом выпуске моего YouTube-блога я хочу рассказать об очень важных переговорах, переговорах, которые проходят по телефону. Ну, согласитесь, что в наше время мы ведем постоянные переговоры по телефону, по СМС, по другим мессенджерам. И эти переговоры в корне отличаются от тех переговоров, которые мы ведем тет-а-тет. Да, да, забегу вперед и скажу, что, конечно, алгоритмы переговорного процесса, они одинаковые, что лично, что обезличено, но есть нюансы. Какие нюансы есть в общении по телефону? Ну, нюанс номер один, то, что мы человека не видим, и мы не можем оценить его эмоции, и он не может оценить наши эмоции. Поэтому переговоры становятся эмоционально более сложны. И в этом плане есть еще один аспект, который не могу не ответить в телефонных переговорах. Это то, что телефонные переговоры жестче, а переговоры в СМС, в мессенджерах еще более жестче, чем те, которые переходят тет-а-тет. Ну, извините за мою вульгарность, но послать человека в глаза намного труднее, чем сделать это заочно. Многие девушки, парни, они жалуются или рассказывают, что их бросили, с ними прекратили отношения именно по СМС или по телефону. Почему так? Так проще. Телефонные переговоры и переговоры в мессенджерах нужно научиться вести, потому что это долг времени. Мы все живем в современном мире, и отрицать это, это значит отрицать прогресс. Поэтому, друзья, расскажу немножко правил, несколько правил, которые помогут вам быть эффективны в телефонных переговорах. Первое. Когда вы ведете телефонные переговоры, будьте готовы задавать чуть больше вопросов, уточняющих вопросов, вопросов, которые уточняют, что человек имел в виду. Потому что очень часто мы слышим такие фразы, знаете, вот есть такой анекдот, когда интонационно непонятно, говорит, отец приходит, говорит, все, у сына все пропало, он пишет, папа, дай денег, у него все плохо, у него там в городе ничего не получается. А его друг говорит, слушай, может он наоборот пишет, папа, дай денег, может интонация чуть-чуть другая. Поэтому, когда вы слышите или видите в письме какую-то фразу, которая непонятно какой смысл несет, переспросите и уточните, что человек имел в виду. Вы имели в виду это? Вы имели в виду это? Сказать, вы никогда не справляетесь у вас постоянно. А мы не видим интонацию. Может, человек сидит вот с таким каменным лицом и говорит, вы никогда не справляетесь. Скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете вот сейчас? Какие-то точные ваши вопросы к нам? Ну, не стесняйтесь уточнять по телефону. Второе. Если вдруг разговор прерывался или если вдруг человек вам не отвечает, не надо додумываться или домысливать. Потому что очень часто, особенно в смс, я это постоянно наблюдаю, когда в мессенджере, а есть такие мессенджеры, которые галочками еще отмечают, прочитано сообщение или не прочитано. И это является одним из таких, знаете, стрессовой ситуаций для многих людей. И недавно одна моя знакомая написала, ну, своему деловому партнеру или покупателю, я уж не знаю детали, она написала сообщение. И я вижу, она сидит, знаете, вот места себе не находит, ее аж передергивает, ее аж дергает, дергает, дергает. Я говорю, что такое, что ты нервничаешь? Она говорит, да понимаешь, говорит, вот он прочел сообщение и не отвечает, и начинает дальше догадываться. Значит, ему не интересно, значит, он будет отвергать мое предложение. Это ничего не значит. Человек может быть занят. У человека может быть свои дела. Он может быть просто прочитать и, ну, забыть ответить. Поэтому подождите, может быть, ответ придет. А может быть, придется через какое-то время перезвонить или написать еще одно сообщение. Кстати, в письмах, рекомендация по письмам. Если вы получили эмоциональное письмо, гневное письмо, истеричное письмо, где на вас вываливают куча злости, не торопитесь на него отвечать. Немножко подождите. Моя рекомендация вам. Если вы хотите быстро ответить, ответьте быстро в мессенджере или в письме, но пока не отправляйте. Каждое письмо должно вылежаться. Что еще я вам рекомендую по телефону? Как вести переговоры? Будьте очень внимательны к тому, что вы говорите именно к своим эмоциям, к проявлению. И побольше говорите о своих эмоциях. Да, женщинам, девушкам это будет попроще. Девушки, вы лучше говорите о своих эмоциях, выражайте. Вы говорите, мне неприятно, меня волнует. Вот такие вот фразы. Для мужчины это тяжело, но нам надо этому учиться. Поэтому, когда вы говорите по телефону, чаще вербализируйте свои эмоции, чаще проговаривайте то, что вы чувствуете. Ну и, конечно, помните, ничего не заменит личное общение. Друзья, подытожим. В чем особенность телефонных переговоров и телефонов мессенджеров? Во-первых, они могут быть жестче. Во-вторых, они могут быть безэмоциональны и менее понятны. Поэтому, первое, что делаем, проясняем и задаем больше вопросов. Второе, не стесняемся, не стесняемся говорить о своих чувствах и о своих эмоциях, которые мы испытываем. Третье, не торопимся. Каждое письмо должно вылежаться. И, конечно же, не делаем преждевременных выводов. Попробуйте. Я думаю, что у вас получится.